Мы готовы предназначить стратегию трансформации Дома Ребёнков в Центре реабилитации и паллиативной помощи для детей. Сегодня мы расскажем о тех структурных изменениях, о тех юридических изменениях, о тех ментальных изменениях, которые должны произойти в нашем сознании. О тех шагах, которые мы должны предпринять. Медицина в том виде, в котором она сейчас существует, она совершенно не соответствует тем вызовам и потребностям, которые есть в обществе. То есть государственные заклады, учреждения охраны здоровья, они слишком неповоротливы, слишком ригидны для того, чтобы реагировать на те вызовы, которые постоянно возникают. И вообще все медицинские учреждения должны получить автономию, для того, чтобы каждый руководитель, каждый персонал, каждая группа персонала могла обслуживать клиентов, исходя из своего понимания, что происходит в рамках общих стандартов качества, которые будут задаваться в безусловном министерстве. Это мой сыночек, которому 6,5 лет. Мы узнали о доме ребенка номер один. Мы постоянно на реабилитации. Сейчас ребенку 6,5 лет. Мы как бы 2-3 раза в год по мере возможности посещаем реабилитацию. Реабилитация приходит в очень хороших условиях, очень хорошие спортзалы, хорошие отношения к таким особенным деткам. Отличные педагоги, которые помогли ребенка умственно приблизить к умственной жизни. Мы пошли в этом году в школу, в первый класс, учимся в общеобразовательной школе, на обычной программе, на индивидуальном, правда, обычной, как бы, потому что, ну, ребенок, ножками пока у нас не ходит. Очень хотелось бы, чтобы был хороший большой бассейн. Для таких деток это очень важно.